приветствую тебя зритель добро пожаловать на наш канал где все равно продолжает прохождение dark souls в прошлой серии наконец-то после долгих-долгих мужчин и он добрался до следующего костра и добрался благодаря тому что очередной раз надел свой вот этот солнечный доспех который очень-очень сильно дима помог ему в этом и на самом деле мы должны были закончить эту серию там на мостике наверху перед этим страшным лучником который похож на черного рыцаря только он был по моему не черные какой-то светлый рыцарь или серый рыцарь а ну как будто не было стрелял из огромного лука сбивал нас вниз и отчаявшись мы все равно на самом деле завершили серию на том мостике попрощались со зрителем потом начали новую серию но моментально благодаря этому солнечному успеху пробежались разобрались с этим рыцарем и в конце концов решили что будет немножечко наверное нелогично оставлять в конце серии все равно в том страшном подвешенном месте то страшном месте подвешенном состоянии точнее поэтому смонтировали подрезали и прошлая сирена закончилась таким вот хэппи-эндом что что же в новой серии ну для начала зафиксируемся разложим костер зафиксируемся на нем вдохнем и здесь мы встретили старого друга солера из асторы и говорим с ним спасибо тебе на этом и хорошо призовем как-нибудь обязательно да уж давай мы сделаем вид что мне это послышалось намеки ты делаешь очень странный и мы все равно совершенно не понимаем как на это реагировать все равно что ты думаешь по поводу его намеков да как бы то ни было продолжим разговор может быть еще что-нибудь скажет ну что ж больше он ничего рассказывать не хочет и все равно мы пока возжигать костер не будем в прошлой серии мы уже упоминали о том что совершенно не готовы на самом деле встречи с темными духами и по большому счету они совершенно не пугают и так понятно теперь как умер этот парень будь осторожен все равно удары наносит достаточно сильные этот рыцарь и как-нибудь так бы за спину к нему забраться да очень очень опасная ситуация он нападает и давай давай покончим с ним уже хватит церемониться и такое ощущение что через блок он как-то исхитряется пробивать и наконец-то получился удар спину тысяча душ достаточно неплохо но почему бы сирану все-таки не попробовать вернуть свой большой щит и грубую косу большой щит гораздо гораздо в этом плане удобнее а не позволяет терять так много станины здесь еще одна дверь да и вот он вот он рыцарь только с копьем и охраняет какой-то сундук так очень что нападать не собирается нет собрался да этот щит гораздо гораздо удобнее против их сильных ударов что с одного с одного удара в спину отлично три медали света и при парировании спасибо но у утар в спину у нас пока получается гораздо лучше не говоришь о том что данный щит для парирования не приспособен и что это означает два рыцаря прямо около костра это означает что можно попробовать пофармить их то ничего ничего больше он рассказать нам не хочет что ж эстуса мало но пока просто осматриваемся нету на тот же момент цели именно пройти это место с этой стороны двери не открыть но что пишут уберегись тропа про какую тропу нам говорят непонятно и что здесь из звуки звуки какие-то очень странные и вот там наверху много-много всего какие-то этажи а что здесь и что это комната и ни с чем так получается то целая комната то ни с чем или а вот эта стеночка в камине слишком слишком сильно напоминает дверь до чуть не куртнулись вниз дивный клад впереди ну чтож это радует да это окошко из коридора дивный клад охраняемый дивным врагом так получается очень темное место бегаем оглядываемся все равно так 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 очень очень много сундуков и что что еще круть сундуков база странное место очень очень странная большущая комната с колоннами но это явно место для битвы с каким-то крупным противником и почему почему врагов нету ну чтож ладно значит враги появятся судя по всему так очень очень интересно наручи хавала шлем хавала доспех хавала щит хавала ну и что значит должна быть и тубина хавала да да дракона какой-то так и супничок состоит с особняком и так плохо плохо замаскировался бьешь сильно а замаскировался плохо надо было садиться вплотную к этим другим сундукам какой бойкий парень что вытворил почти добили но каким-то образом не досмотрели чуть-чуть надо было полечиться надо было не лезть на рожон но мы все равно решили что все дело в шляпе и этот сундук уже поиграл что же идем туда по пути разбираемся с рыцарем вот он бежит бежит какой прыгки и как бы здесь не завалиться а сирана отпрыгивает не хочет не хочет захода за спину хитрец опять опять попались но хп у него стал совсем мало с дюжим все равно голова окружилась и пойдем добьем мистера сундука посмотрим что он скрывает интересно а после того как мы возродились у костра он будет снова в виде сундука или или он теперь уже будет не будет маскироваться так и что что ты нам оставишь тупина тайны ну что все равно пойдем там еще один рыцарь остался разберемся с ним и может быть после этого двинемся по лестнице вверх и посмотрим что здесь есть еще интересного звуки звуки видите очень сильно настораживают дверь не открыть с этой стороны а с какой из какой открытий можно так ну чтож кольцо одета самом деле можно наверно подзадержаться будет здесь действительно попробовать выбить это копье меч и может быть их тоже доспех получится собрать и прыжок а и прыжок сюда но до мостик но можно ли через него перепрыгнуть по-моему нельзя слишком близко что ли прыгаем да получилось перепрыжок спасибо но лайк на тебя поставить а вот кстати лестница такая вертушечкой и кто-то забегал наверху а здесь она туда уходила кто-то он там кто-то стоит вам еще один рыцарь он видимо топает ну ладно пока посмотрим тот мостик до которого мы допрыгнули судя по всему это непредусмотренный проход то есть не должны были мы пока что здесь оказаться о чем он ситонитовый демон и совершенно не хочется с ним связываться но он же не полезет вот узкий проход ладно с к нему зайдем потом что здесь все равно смотри это же головы драконов сколько голов драконов а просто ужасно много и внизу рыцарь два рыцаря так с одним разбираемся здесь выманиваем вы надеется что 2 не пойдет сюда прикрылся щитом и копье молнии нанесло ему совершенно мизерный урон пробуй за спину с одного удара не получилось все равно не получилось плохо зашел ну и так справились коса работает великолепно и получится ли вот таким образом получилось отлично что он там собегал все равно закрутился ладно пойдем не будем швыряться копьями очень очень просто оказалось большим щитом здесь здесь сплошь головы драконов там большая голова много много маленьких наручи наручи серебряного рыцаря это все равно это были не черные не серые не светлые это были серебряные рыцари и мы вышли до пяти стропа мы вышли с другой стороны вернулись назад к себе на первый этаж к костру и пойдем все равно сойдем костру и примерим этот доспех серебряного рыцаря обратите внимание все равно защита у него ощутимо лучше чем у твоего солнечного доспеха точнее его доспеха элитного рыцаря если говорить правильно перерисованного нами и где здесь похуже но все-таки у наш улучшим до плюс 5 и наверное не удивительно что он лучше 52 физическая защита здесь 60 то есть базовая защита доспеха серебряного рыцаря она получается ощутимо лучше и даже при том что элитный улучшенный от огня и молнии без пикселей защищает лучше до базовая защита гораздо лучше но вес самой брони более тяжелый при этом наручи сапоги полегче так давай выйдем на более светлое место и посмотрим что у нас получилось все равно как будто бы даже и ростом выше стал ну чтож давай все равно посмотрим сколько тебе осталось до нового уровня 31000 в принципе достаточно немного зритель мы все равно сейчас сделаем небольшую паузу хотим прослушать можно набралось 20000 душ попробовать накачать немножко уровня и попробуем выбить с этих ближайших рыцарей какое-нибудь интересное оружие их не и после этого продолжим запись двинемся туда вверх по лестнице к верхним этажам пока же просто побегаем здесь вот поблизости тут рядом их сразу четверо этих рыцарей вполне достаточно для того чтобы попробовать фарм повысить уровень и после того как мы это сделаем независимо от того нафармим мы что-то или нет мы продолжим запись то есть не уходи далеко для тебя пройдут считанные секунды а тебе все равно удачного фарма и фарм был удачен как ты видишь среди теперь все равно является обладателем щита серебряного рыцаря меча серебряного лица и копья серебряного рыцаря более того если ты наверное уже обратил внимание да конечно я думаю ты внимание обратил давайте равно выйдем на более осветленное место что изменилось мы все равно немножечко засели за инструменты за краски за вышивку за чеканку и видоизменили чуть-чуть доспех серебряного рыцаря который нашли ну то есть был установлен очередной текстур мод где вместо коричневого плаща который к сожалению нам все равно не понравился совершенно вот такой вот плащ из перьев ворон ну будем считать что все равно на выдергал эти перья из тех ворон которые были в ненавистном рисованном мире и что немаловажно все равно к стене наверно подойди чтобы за эти лучше разлетел золотое солнце все равно выгравировал на шлеме серебряного рыцаря потому что уже неоднократно мы все равно убедились что это золотое солнце очень сильно помогает в рождении если бы не доспех солнечный скорее чем вы бы и сюда еще не дошли а продолжали бы мучиться с этим страшным лучником ну и наш друг солер конечно же благосклонно я думаю смотрит на такое золотое солнце долго сомневались не стоит ли делать щит сделать его тоже солнечным потом решили что нет чит достаточно красив и должен быть узнавать более того сейчас мы все равно продемонстрируем немножко отвлечемся так а рыцари мы воскресили нет не воскресили ну что ж посмотрим чуть позже рыцари серебряный вокруг тоже видоизменились у них тоже появились перья плащи и золотые солнца нашли что достаточно странно или может быть логично почему потому что ранее мы все равно убедились в том что элитный доспех который мы перерисовали точно также изменили с помощью модов нарисовали эти солнца он изменился только на самом все равно частности зрители наверно помню что крепости сена на нас нападал рекард если не ошибаюсь у которого мы отобрали рапиру он был также облачен очевидно в доспех элитного рыцаря но его доспех не был изменен он оставался синим без золотых солнц поэтому я решил что видимо амуниция персонажа она прописывается в игре как-то отдельными файлами и ее видоизменения модами не влияет на аналогичную амуницию на npc оказалось это не так видимо все таки у рекарда был не доспех элитный а какой-то другой отдельно прописанный потому что все остальные серебряные рыцари в этой локации теперь точно также обладают перьевыми плащами и золотыми солнцами но это не страшно я думаю и что мы все равно продолжаем движение по норландо поэтому замку сюда вот мы пошла спрыгивали и не вышли на балкон стоит ли спрыгнуть еще раз и самое главное как можно было попробовать туда подняться здесь без вариантов насколько я помню значит но этот прыжок это явно был обход пути который был задуман разработчиками поэтому пока что мы все равно двигаемся по более очевидному пути и может быть найдем какую-то другую дорогу да вот этому мостику ну и еще прежде чем мы шагнем дальше и приступим к действиям хотелось бы отметить что само по себе само по себе точнее оружие этих серебряных рыцарей оказалось достаточно неплохим меч мы выбили практически сразу как только приступили к фарму и этот меч улучшается осколками белыми осколками титанита и к сожалению не помню сейчас как они называются вот те которые выпадают из этих ящерок частности у нас их было не очень много поэтому получилось улучшить меч только на плюс 3 он по прежнему по слабее чем наш улучшенный грубый полуторный меч плюс 5 и чем наша коса плюс 5 но если ты посмотришь зрители базовая атака 175 у серебряного меча что очень очень высоко я считаю гораздо лучше чем базовая так и любого другого оружия что мы видели до этого поэтому ну это всего лишь плюс 3 будем улучшать дальше на текущий момент серебряный меч чуть-чуть слабее чем у нас полуторный но и это все-таки полноценное одноручное оружие а также посмотрим на копье копье достаточно неплохое также очень высокая 163 базовая атака большая длина бонусы идут скалирование идет от силы и ловкости что тоже достаточно неплохо я считаю очень полезно наши персонажей плюс это копье в отличие от меча она обратили внимание зрители небесная то есть ну видимо каким-то отдельным писси наносит дополнительный урон так что мы пока даже отказались от лука тем более что стрел у нас осталось крайне мало и так же это можете обратить внимание что эстус у нас всего 5 то есть мы пока не совершили возжение костра ну посмотрим нужно ли это будет случай чего всегда можно вернуться костру очень коротким путем просто умерев и совершить это возжение человечность у нас достаточно а сразу хочу сказать что фармили мы с четырьмя человечности как ты видишь и с кольцом змея в итоге щитов нападало море очень быстро мечей нападало море очень быстро были некоторые проблемы с копьем который никак не хотела падать в итоге мы пока пытались упорно вывести копье все равно очень сильно накачали уровне как ты видишь теперь 30 выносливости так же как силы и ловкости и это повод чуть-чуть задуматься и может быть начать уже качать здоровье тем более зрители как ты помнишь с отражением темных духов у нас просто беда все равно мы совершенно не можем выдержать боль другим игроком отчасти и наверное от большей части это конечно от нашей с ним неопытности и не умение играть в эту игру с другой стороны здоровье мне кажется достаточно важный факт потому что мы просто не переживаем одного удара или серии быстрых атак в то время как даже если мы схитряемся нанести нашему противнику 5 6 ударов более того за кадром я пробовал pvp немножко в лесу и встретил одного парня не знаю что это был читы у него и либо у него было просто такая прокачка ужасная но он был одет в доспех каменного гиганта из леса вы все равно очень успешно против него действовали видимо это был достаточно неопытный игрок порядка десяти ударов спины нанесли и его хп даже не пошатнулась то есть мы просто не могли пробить его защиту с чем бы это не было связано это достаточно странно ну и осталось заметить что так как мы все равно принарядили серебряным рыцарем да мы сменили оружие на более слабое но будем надеяться а этого будет достаточно для прохождения данной локации очень много беги сундук да и что бегись мимикрия ну то есть это опять же не настоящий сундук что ж попробуем с этим более слабым оружием справиться с этим сундуком будем действовать по возможности осторожно не будем нарываться на его пинки да все получилось крайне гладко и что-то уронил этот сундук серебряная монета ну глянем быстренько что это за серебряная монета монет купится все больше и больше самых разных зачем они нужны непонятно серебряные монеты было сразу несколько ну то есть как-то можно использовать саморебренная монета короля рыцаря рендала даже самые дорогие монеты мир людей имеют низкую стоимость вордране принято расплачиваться души носится вытик мечтает выбраться во внешний мир но описание точно такое же как на других монетах но пять монет однозначно каким-то образом их можно использовать и не будем поставить оценку этим игрокам которые предупредили нас в этом сундуке хотя я думаю что он еще сундук и что опять берегись сундук берегись капкан да сейчас уже я думаю на данном этапе игры каждый каждый сундук нужно воспринимать как врага ну что ж все равно давай справься с ним также гладко как и да и щит фактически не помог а сейчас закрыл но мы достаточно а неосторожно выскочили и чуть и нарвались а так знаешь терна давай наверное мы вот сюда вот вместо копья посадим тряпочку копье как-нибудь попробуем другой раз а сюда вернем то я не знаю в общем то нечего возвращать просто для того чтобы иметь возможность и щитом прикрываться и копьем молнии стрелять золотая монета и что он там живился это что лучник да да тот самый лучник ну давай пока фармили достаточно неплохо научились обращаться с этими ребятами что звук не бросил жаль что этом балконе ничего нет да вот там мы заходили не там стоял еще один лучник но кстати его больше нет что это означает интересно означает ли это что лучники не восстанавливаются значит не получится по фармите да очень жаль хотелось бы этот большой лук заполучить ну смотрим что здесь с этой стороны комнату открыть нельзя а эту готовимся здесь по моему нету никого но есть картина очень интересных посмотреть а это по моему какой-то судя по шапке русский купец что он здесь делал ангарлонда девочка маленькая или карлица а эта картина смутно знакома ребята откуда у вас классики семной живописи крепость на горе берегись удобства отлично конечно оценка и роскошный вид друг впереди кто она друг ну уж не знаю друг ли она но того перестык сообщение дома дома впечатлеет впечатляет а пупок не проперсован пирсинга нету и это ее очень сильно отличает от современных девушек что здесь есть еще натюрморт все равно ты любишь натюрморты а зачем рисовать цветы когда можно вот рисовать такое ну что ж друг впереди ладно доберемся до тебя друг мы уже готовы дружить что здесь точно будет опасность да а вот наш полуторный меч или коса одним ударом спину его бы уже прикончили что еще серебряный меч рыцаря до зритель если тебе нужны и ничьи щиты или копья серебряного рыцаря мы все равно готовы открыть небольшой оптовый магазин обращайся ну что ж двигаемся дальше хорошо идем все равно 5 эстуса так лучник сразу много серебряных рыцарей ну что ж пойдем по краешку может быть лучник не среагирует будем надеяться не вышел удар в спину сразу и что все равно лечись дал осечку в ходе бы на знакомые противники и все потому что очень боялись этого лучника избежать роскошный вид подожди подожди друг лук роскошный вид пока не самое главное главное вот этот парень и снова снова мы неудачно все равно что же давай вытащим его сюда чтоб он не мог прикрывать спину можно парировать но что опять не вышло парировать пока у нас получается недостаточно хорошо поэтому что у нас здесь есть проход еще одна башня куда куда-то проход что же для начала зайдем сюда здесь спуск вниз здесь же стояли сундуки понятно вот он вот он проход туда на тот мостик на который мы прыгали с башни здесь если я правильно помню с одной стороны титанитовый демон да вернемся к нему чуть позже а здесь какие-то ступени и выход дальше это невыносимо а что что такое какой-то большой зал и что там огромное место и что там противник какой-то этот рыцарь великан еще рыцарь великан сразу много и и в выходы дальше разветвляется все да место с дальше на той стороне тоже лесенки если я правильно вижу там стоит еще серебряный рыцарь лучник большое достаточно место поэтому мы пока все равно не пойдем сюда запомнили запомнили это место здесь что а да здесь выход к нашим драконам головам дракон и там также два серебряных рыцаря значит сюда мы вернемся мимо них в следующий раз достаточно быстро не обязательно будет проходить через крышу а пока посмотрим куда вела еще вот эта башенка вторая с крыши все равно смотри уже солнце да и твое золотое солнце смотри как заиграло в этих лучах ну а не будем отвлекаться пойдем посмотрим что можно найти здесь еще одна винтовая лестница наш старый друг привет чего ты ждешь теперь что опять дверь закрыта ну то есть вместе мы найдем решение это означает что я сейчас пойду устраню все угрозы и ты двинешься дальше очень все таки интересный у него доспех и все равно ты не жалеешь что мы не купили его против внимание в этом шлеме луковицы твоему носу будет гораздо комфортно не будет так приплюснут как сейчас доспехи серебряного рыцаря так ну что 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 его смутило за этой дверью рыцарь два рыцаря а два рыцаря с мечами и стоят очень-очень близко что ж я думаю здесь будет не лишним все таки сменить оружие на прокаченное да зритель ты наверно обратишь внимание и задашь вопрос как это а да 27 246 да есть еще один нюанс не только базовый урон физически имеет значение но и бонус у прокачанного полуторного меча гораздо гораздо лучше что ж наша задача сейчас справиться с этими рыцарями может быть вытянуть одного из них сюда и постараться справиться с ними по одиночке все таки так спокойнее будет гораздо вот этого стоит глазами церковь да все равно стрелы то стрелы то мы тебе не взяли что такое не сюда надо было да а сюда . . . . . . . . не самое приятное занятие сражаться с этими рыцарями в таком узком месте что тем надеюсь тут не трое трое их тут трое и к счастью они не накидываются сразу все и судя по всему нам подарили еще один меч либо щит этот оказался гораздо более подвижным и ловким парнем кстати этот меч тоже достаточно неплохо смотрится своим доспехом новым все равно смотрим что за добыча меч а дверь которой нельзя было открыть с этой стороны что ж пойдем расскажем ему что кстати а чего ты по крыше то не перешел почему-то хотел идти в эту комнату что пишут здесь босс кольцо крохотного существа ну чтож интересный парень этот рыцарь с катарины оказался зажат здесь рыцарями сверху стоялись в этой комнате просто стоял ждал пока кто-нибудь с ними не разберется сомнительный герой этот рыцарь из катарины посмотрим что это за кольцо крохотного существа так ну и да достаточно нем сильно она увеличивает но может быть увеличение идет в процентах у нас сейчас небольшой прирост из-за того что базового количества здоровья очень маленькая если мы его качали может быть и все было бы гораздо гораздо радужнее ну что у нас остается титанитовый демон очень-очень-очень не хочется к нему идти тем более пускай комнате с ним сталкиваться и далее у нас там та комната с большим количеством всяких рыцарей и нет нет здесь титанитовый демон а где же он был да а надо было пройти через крышу пойдем коротким путем здесь ничего нету так может быть заклинуть саук вы что-то здесь еще будет а здесь похоже нету ничего а с той стороны но похоже что тоже ничего что же идем дальше на очереди титанитовый демон так ну и подумаем как его можно достать стрел нету что там происходит в этой комнате и как он будет атаковать да ладно все равно близко близко костер поэтому раз он близко то возвращаемся да попробуем просто пойти и разобраться этот чем он явно серьезнее всех остальных убивается одного удара что-то хуже он такого важного там охраняется его спиной не видно абсолютно ничего и охраняет ли он что-то может быть махнуть на него рукой да и пойти дальше себе разве что титанит он уронит демонический да и бог с ним с этим титанит он демоном постоим подождем пока придет в себя fps и это ненасима то что же для начала сходим наверно наверх осмотримся не хочется сразу соваться к ним туда нужно человечность дивное оружие впереди и что супер ночь можно а назад то мы доберемся и все равно смотри правильно ли я понимаю что да а вот здесь можно попробовать а потом выберемся с этого балкона каким-то образом или нужно прыгать с этой стороны большой лук драконоборца да здесь можно будет выпрыгнуть это то самое место где мы ходили так много стоят и не здесь через решетку пытались бить одного из этих демонов что же давай все равно быстренько глянем что это за большой лук драконоборца плюс 202 получает бонусы от силы и от ловкости лук драконоборцев которыми руководил кох заклинный класс один из четырех рыцарь и клина из-за больших размеров перед выстрелом нужно укрепить на земле стреляет только специальными большими стрелами так но у нас по моему есть целая одна стрела ладно попробуем хотя бы разочек пульнуть и 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 получилось и здесь было сразу два одним махом там еще какой-то проход и там что-то что-то есть в этом велика но как поступать с этими парнями мы уже знаем так а вот это это плохо заскакал fps вышел еще один демон давай выбирайте к нам сюда наверх хп маловато очень странно сейчас лагала игра некоторые нажатия клавиш просто все но не откликался то есть мы пытались нажимать клавиши удара но ничего не происходило и надо прямо голову попасть нет не хочет падать не хочет скинем лишь бы он нас не скинул очень интересный сейчас был удар у него с разворота который просто поставил нас честно говоря в тупик но и что он охранял бумаг титанита замечательно что-то здесь еще есть нет идем еще одному великану но после крепости сена мы вас ребята не сильно-то и боимся а а он не фиксируется прицел и слайд солнца нужная человечность а зачем что там наверху дальше да это мирный великан почему бы и нет но сначала поговорим что-то еще нам расскажешь ну чтож не хочет говорить и вы не заставлять он может делать оружие что молнии но у нас нет подходящего кандидата посмотрим усиление меч прямого цвета да у нас нет мерцающего титанита для продолжения усиления ну что он подает так а вот продает он как раз таки мерцающий титаниты и посмотрим что еще американский или бард американский щит на видимо стрелы драконоборца аж 500 душ за штучку что что точно круто да не шлем великана окей а все понятно слава богу душ у нас много но прикупим не знаю ага а он может продать только два и на больше у нас не хватает хватит лета чтобы усилить наш меч да как раз два им нужно ну чтож все становится гораздо лучше сравним теперь наш грубый полуторный меч наш меч рыцаря все еще чуть чуть хуже но возьмем все-таки него и на оставшиеся души прикупим стрел аж 80 филдер коноборца можем купить ну и необычных стрел все оставшиеся души ну чтож все становится гораздо гораздо лучше можно просто побегать пофармить и накупить купить всего так вот эти парни знакомые нам уже а зайти-то не могут да но и ну и ладно оставайтесь честь мы к вам вернемся вернемся потом сначала посмотрим куда ведет эта лестница набирать великан но это же очевидно вы уже видели великана видимо это сообщение для тех кто придет отсюда поднимаемся куда-то очень очень высоко поспереди и слева да мы вернулись вернулись в этот зал впереди у нас рыцарь что это за рыцарь лазернов посмотрим он это рыцарь лучник поэтому сейчас просто пойдем к нему и раз и навсегда разучим его нужно человечность нужно человечность прямо очень-очень усиленно намникают про необходимость стать человеком а может быть действительно имеет смысл попробовать стать человеком и прийти сюда в этот зал да даже после усиления еще стрела очень очень хорошо ну чтож великан еще великан ваша вы все равно вернемся сюда следующей серии а сейчас же мы что сделаем сейчас зритель мы с тобой обращаемся немножечко подготовимся к дальнейшему движению в первую очередь хочется докачать этот мечта плюс 5 всего-то нужно десять тысяч душ достаточно легко на памятный вон белая стена а то есть как нам уже говорили тут берегись нужна человечность значит там босс и босс достаточно сильный для того чтобы было не лишним попробовать кого-то призывать так что может быть мы действительно станем по человеком тебе же зритель спасибо что был с нами до скорых встреч 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 до скорых встреч